День беженцев 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 Как бы, столько долгое время мы как бы уехали с Таджикистана в Россию, в Крыму, самостоятельно все это, ну, трудом зарабатывали, обустраивались, а сюда приехали, ну, такого как бы не ожидали, да, что поддержка такая, помощь, и вроде бы не так сложно получилось, сложилось, что, чтобы обустроиться. И в итоге эти знакомые с Крымсоса отвели нас в ОВКБ ООН, оформили, мы подались в миграционную службу всей семьей, включая жен, детей, всех. И так сложилось, что, ну, подсказали ОВКБ ООН туда обращаться, сюда обращаться, заявление написать, как бы обустроиться здесь не так сложно как бы сложилось, да. Гранды, помощи, поддержки, получили грант, обустроились, ну, жилье как бы не свое, снимаем. Первое время я работал на человека, зарабатывал, так как я из Крыма приехал, много знакомств было, я занимаюсь ремонтами автомобилей, и эти знакомые подтянулись, как бы, ко мне обслуживать свои машины. У меня образовался свой небольшой клиентской базы, и тут мне подсказывают, ну, как бы, жена ходила по документам, по вопросам документов, ОВКБ ООН, приходит, говорит, ей подсказали, что проходит грант. Можешь пойти, рассказать, что умеешь, написать заявление, рассмотрит, а вдруг получится, повезет, да. И оказался, что где проводят грант, каритес, вот прям через дорогу от меня, я говорю, ну, получится, получится, не получится, не получится, работаю, зарабатываю, как бы, тяну семью, квартплату, ну, получится, еще хорошо, свой, как бы, свое дело будет. Пошел, написал заявление, спросили, рассказал, и буквально через два дня мне звонят, говорят, чтобы меня одобрили. Это было, ну, как бы, очень приятно, очень радостно. И буквально еще через неделю мне часть, ну, траншем, как бы, переводят на шут половину денег, я иду, закупаюсь оборудование, отчитываясь, что вот я закупился, второй траншем тоже, вторую половину еще закупился, сразу я начал искать место в аренду. Нашел в аренду помещение, отремонтировал, обустроил, завез эти оборудования, все установил. Как бы, почти год я работал у человека, как я говорил, у меня была клиентская база небольшая. И так получился, это небольшая клиентская база, как говорят, сарафанное радио. Если вы знаете хорошо свое дело, чисто, аккуратно делаете, то это сарафанное радио очень, очень масштабно помогает, да. Так получился, что у меня теперь большая клиентская база, свое СТО, сам работаю, зарабатываю. Позвонил ОВКБ ООН, попросил, чтобы меня подыскали работников, потому что я сам уже не успеваю. Как бы, таких, как я там... То есть вы хотели тоже помочь таким же, как я? Таких, как я, очень много, я смотрю, я, ну, двоих, троих взял бы уже на работу. Как бы полностью я легализовался, себя легализовал, свой бизнес легализовал. В России, например, или, то есть в Крыму, в российском Крыму, да, уже легализоваться очень было сложно. Ну, много переград было, которых невозможно было пройти. Тут так получился, все, как бы, как говорят, по ходу дела, да, пошел на логовую, написал заявление. Мне через день говорят, все, можешь прийти, забрать, как бы, документы, что ты индивидуальный предприниматель. Пошел в банк, у многих беженцев спрашиваю, у них не получается открыт счет. Я прихожу, подаю документы, мне одобрают, мне все дают, как бы, свое дело легализовал себя, работаю, зарабатываю и как-то пытаюсь еще взять работников, помочь, поддержать кому-то. В данное время работаю, ну, из-за того, что я один, немножко трудно, потому что много клиентов уже, я не успеваю. Из-за того, что один, мне надо уже аренду платить, налоги платить, за свет платить. То есть вы и всем этим занимаетесь, понятно. Плюс за квартиру, и еще дети, школа, все остальное. Это чуть-чуть, вот, единственный минус здесь, как бы, обустроиться, это рук не хватает. Нету надежных, нету хороших людей, которым, например, я даже мог бы обучить нам профессию, да, эту, ремонт автомобилей. Ну, нету надежных, чтобы взять этих людей, обучить, чтобы они у меня работали и зарабатывали себе, как бы, условия совсем неплохие. Ты пришел, хочешь, если у тебя есть документы, я тебя оформляю легально на фирму по трудовой книжке. Ты оформился, ты зарабатываешь, заработал, например, там, тысячу гривен. Я даю клиентов, я даю инструменты, условия, все, что нужно. Ты пришел, только заработал, 50% своего заработка забрал. Как бы, вот, в Киеве вот такая история у нас. Ну, это хорошая история, интересная история. Может быть, кто-то из переселенцев или иммигрантов услышит эту вашу историю и подумает, может быть, нужно к вам обратиться. Я так подозреваю, что вы потом можете через ОВКБ ООН связаться, они помогут найти. И тогда, в принципе, вот, видите, вот даже такая история есть. Даже какие-то места у нас рабочие вдруг, прям в прямом эфире появляются, обсуждаются. Ну, а вот до того, как вы обратились в ООН, скажите, это было сложно устроиться на работу? У вас же вот были какие-то документы или что? Вы могли работать легально? Как весь этот процесс проходил? Или наоборот, вот нет, недостаточно тех документов, что у вас были, никто не хотел избрать на работу легально? Или как это все происходило? По поводу документов, на самом деле, то, что вот миграционный дает доводки, эта доводка, как бы, никуда, можно сказать, не годится, да? Я не могу снять квартиру, потому что хозяева смотрят, как бы, он и документ, и не документ. Они не понимают, это для них новое, да, что-то. И вот, как бы, даже в случае с банком, я в банк прихожу, они не могут по базе провести меня. Ну, в любом банке, куда я не приду, они, у них не получается провести мои данные по этим документам. По этим документам я ничего не могу оформить, легально не могу работать, не мог работать, то есть, вот, когда я только приехал. Я устроился на работу чисто через своих знакомых, почти год, можно сказать, да, вот, признаться, что я нелегально работал, нелегально зарабатывал. И все время я хотел легализоваться, чтобы у меня было, единственное, я нашел выход с таким документом легализоваться, это стать индивидуальным предпринимателем. С этими документами я могу открыть, как бы, ЧП, оформиться и работать уже легально. Я, как бы, выход из положения вот такое сделал. А так как они дают эту бумагу, невозможно, кроме вот этого пути, что индивидуальный предприниматель, невозможно легально работать или зарабатывать. Если нет у вас знакомых, нет у вас поддержки со стороны правозащитных организаций, да, то очень сложно будет как-то существовать здесь. Вы, ну, растеряетесь, потеряетесь в чужом государстве, ничего не добьетесь и ничего не сделаете, и ничего не заработаете. Вот момент того, что есть такие организации, есть такие добрые люди. Во-первых, ну, это, конечно, поддержка, помощь создателя, но в любом случае, когда рядом такие люди, это очень приятно. Как я говорил, Крымсос организации, они вначале, как бы, не растеряться нам, они жильем помогли, они с пропитанием помогали. И я не ощутил сложности, я не растерялся, и слава богу, что у меня сейчас все есть. Как члены вашей семьи тоже адаптировались перехонечку? Работают или нет? Или у них сложнее, чем у вас? Нет, члены семьи, как бы, ну, семью свою, жену, детей я сам, как бы, кормлю, зарабатываю, они со мной живут. Младший брат, младший брат у меня на работе, занимается уже запчастями, то, что нужно, я ему говорю, он приносит, тоже как индивидуальный предприниматель, он уже сам, у него своя фирма, но он занимается запчастями, этим способом зарабатывает. Рядом со мной еще отец, он чисто вот по хозяйству мне помогает, поддерживает, и как бы, в целом, как семья. Ну, адаптировались немножко, да? Адаптировались, не сказать, чтобы все хорошо. Есть моменты, например, бывают, я же сказал, что из-за того, что я один работаю, зарабатывать сложновато. Есть объем работы, есть все условия, ну, одному обслуживать такой объем и такие расходы закрывать, это сложно, как бы. Я работал, зарабатывал, получал зарплату, для меня это было хорошо. Я квартплату платил, детей там, школу, все-все, одевал, на все хватало. А теперь, как бы я индивидуальный предприниматель, у меня своя фирма, одному оказывается тяжело, потому что это, если у вас часть расходов, сверх этих расходов еще расходы у вас. У вас плюс аренда, плюс свет, плюс налоги. Поэтому, ну, были бы руки надежные рядом, то, возможно, было бы все еще лучше. То есть, получается, что, в принципе, получить такую поддержку от ООН возможно? Я правильно понимаю? Да, да. То есть, не нужно каких-то долгих там бюрократических процедур, кучи бумаг, я не знаю, бесконечные собеседования. Нет, то есть, вот есть люди, которые нас смотрят, они действительно, вот, ну, вы для них можете быть примером, они действительно могут просто пойти таким путем. Были некоторые люди, с которыми я общался, тоже беженцы, они так рассказывают, что все невозможно, все очень сложно. Вот, я не знаю, вот, то, что я прошел, например, организации, да, как бы, от ООН, Рокада, тоже к ним обратились, они и деньгами, и карточки давали на магазин метро, там, приев, прийти с этой карточки можно было закупиться продуктов. Первое время это очень важно, это очень большая помощь, да. Я вообще, вот, всю жизнь, как бы, все то, что я прошел, сам добивался, да, зарабатывал, а тут для меня это чужое, как бы, я куда бы только ни пришел, оттуда получаю помощь. Ну, никаких там бумажек, никаких интервью там долгих. Ну, как бы, пришел, рассказал, они мне направили, куда обратиться, я иду, и я получаю. Это, во-первых, поддержка, ну, как бы, создателя, во-вторых, есть, что такие люди добрые, что подсказывают хоть куда можно обращаться, как можно получать помощь. И, не знаю, я вообще удивляюсь, что такие возможности есть. Сейчас, я так понимаю, что у вас остается проблема получения документов, да? Да, получения документов. Расскажите немножко об этом, на каком этапе находится сейчас процесс. Мы подались в миграционную, как бы, у нас очень такая долгая история, со всеми доказательствами, со всеми фактами, что мы не просто сюда приехали, как бы, нас позвали сюда, помогали, чтобы мы сюда приехали, со всеми бумагами, юристами, пришли в миграционную, со всей семьей. Истории, да, как бы мы прошли, подались. Это момент такой был, что тоже вот податься им, рассказать все сложно было. Там такие сотрудники, сотрудницы, то есть работали, что нас не принимали, мы бегали долгое время, вот единственный минус вот со стороны документа. Бегали долгое время. Говорили, что 9 утра приходили, приходили целыми днями, сидели, нас не принимали. Ну, в итоге мы подались, буквально почти год прошел, месяцев 10 где-то прошло, и нам дали отказ. Отказали в чем? Отказали в статусе беженца. И до помощи. Отказали, мы теперь судимся, как бы, с миграционной. В данный момент? В данный момент у нас, да, в таком моменте, что мы с ними судимся. Сейчас процесс суда идет. Кто вам помогает? Правозащитная организация помогает вам в этом процессе? В этом процессе в основном ОКБ ООН. Оттуда адвокаты, оттуда юристы, оттуда все бумаги. И единственное, кто помогает, правозащитная организация с Крыма. Они за нас, как бы, бывают такие моменты, что надо распечатать эту историю. Вы пишете, кто-то у вас берет интервью, и она долгая, ее надо распечатать. Где-то надо искать доказательства с каких-то сайтов. Они находят, они все распечатывают, они сопровождают. Вот две организации, как бы, правозащитная крымская организация, Вторая группа, Крымская прозащитная группа, вы о них говорите? Да, да. И вторая, это ОКБ ООН дает адвокатов, дает юристов. Как бы, один процесс прошел. В суде суд, скорее всего, я точно не могу сказать. Мы предоставили все доказательства. Скорее всего, суд рассмотрел эти доказательства. И в первом процессе судебном, он, как бы, дал, меня показалось, что дал такой намек миграционный. Вы говорите, рассмотрите заново это дело. Вот мы отложим на сентябрь месяц второй суд. Вы до этого времени рассмотрите все их недоказательства, все, через что они прошли. И, может, удастся избежать суда, может, вы их примете. Ну, мне показалось, что суд рассмотрел эти документы. И, может быть, ему показалось, что не стоит отказывать, не стоит судиться. То есть, просто надо хорошенько посмотреть и, как бы, дать им статус беженца. Мы, как бы, не те люди, которые, вот, пьют, выпивают или, там, гуляют. У нас семьи, ну, порядочная семья. Работаем, обустроились, зарабатываем, как бы, заботимся о семье. Такого, что нету, там, выпивать по клубам, шастать, там, ну, порядочная семья. Не знаю, может, рассмотрят, может, и судиться не будем, может, и надобрят, что дадут документы. Хотелось бы, конечно, чтобы были документы, было все легально. Находились здесь легально, обустроились, работали, зарабатывали. И другим, как бы, поддержка от нас, помощь какая-то, чтобы от нас была. Не только для себя. Надеемся на это. Ну, как рассмотрят, так рассмотрят. Ибраким, спасибо вам огромное. Мы желаем вам успеха. Хорошие новости, хорошая такая, хорошая история. Так мало хороших историй. Так что успеха вам. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Спасибо. А мы продолжаем наш марафон. У нас в студии уже следующие гости. Спасибо. Спасибо.